На ваш взгляд, ситуация с Зубовским путепроводом, который все не могут открыть, и вроде как там отклонилась колонна на 80 с ними, то ли просела, то ли еще что-то с ней, да? На ваш взгляд, она как-то повлияет на ситуацию? Переди День республики, напомню, и, по-моему, все это готовилось к открытию День республики. Как-то это может в публичном пространстве сейчас повлиять и вообще помешать власти? Именно вот там вот находится та балка, которая сейчас, можно сказать, остановила пока запуск моста Зиминского. Что конкретно произошло? Ну вот на данной опоре надземная часть, как вы уже сказали, она имеет высоту у нас 14 метров, подземная 15 метров. Покажите, пожалуйста, еще раз дай. Подземная 14 метров. Это там вот, проблемы там, где стоит молодой человек, да? Да, 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 да. Вот эта вот высота вот этой опоры, общая высота, она составляет 14 метров надземная часть и 15 метров подземная, то есть около 30 метров. Вот инструментально удалось определить, что вот на протяжении вот этих 29, ну, округленько 30 метров, имеется отклонение по вертикали, где вот стоит молодой человек максимально на первой точке порядка 100 метров. Вот насколько это допустимо, вот у нас сейчас научно-исследовательский институт даст свое заключение, то есть взяли они на работу 10 дней, 5 сентября мы обратились, 15 сентября у нас будет о них заключение. Так, вопрос людям, которые строят, людям, которые все знают и понимают. А вот раньше это нельзя было выяснить? А это же в процессе работы, в окончании работы, тогда, когда, так сказать, под самый верх подходили уже, раньше не было этого, ну, какой-то наклон, он, наверное, как-то постепенно был этот наклон, стоя, будем говорить, да, поэтому не видно было, когда, так сказать, под самым верхом, так сказать, балки, балки про летных строений, шкафная стенка, так сказать, первые фибалки проявленных страниц. Вот это вот определили. Ну, и сейчас будут делать расчеты, обследовать, так сказать, допустимое это, недопустимое это, так сказать, почему это. Вот все. Надо внести ясность. Ну, любой негатив мешает власти. Ну, то есть, исходящий от нее самой, в первую очередь, да. То есть, во-первых, мы не успеваем к этому дню города. Во-вторых, ну, есть совершенно, на мой взгляд, обоснованные опасения пользователей этой развязки в ее качестве. Не опубликованы данные экспертизы, а это необходимо сделать обязательно. Ну, много вопросов. Эта развязка была очень нужна большому количеству людей, и вот ее мучительно ждут, а теперь выяснилось, что ее сделали не совсем правильно, и никак не хотят доказать, что они доведут до конца вот эти все вопросы ее укрепления. Ну, это вот такая ситуация, что она, конечно, определенным образом, она и сейчас влияет на людей, на определенный круг людей. В первую очередь, тех, кто ездит непосредственно в том направлении каждый день. Я просто замечу, что вот летом или весной там на сайте мэрии почти каждую неделю были такие пресс-релизы, вот идет там на столько процентов готово, на столько процентов открытие, тогда-то, тогда-то. Победные такие реляции были. Сейчас этот объект, который стоит, по-моему, больше миллиарда рублей, он просто выпал из публичного... Полтора миллиарда, но типичная реакция, давайте не будем чесать, где не чешется, да, как говорит Владимир Владимирович. То есть, ну, давайте не будем это раздувать, а вдруг что-нибудь опять там случится, а вдруг опять какая-нибудь колонна просядет. Вот четвертая опора просела, на самом деле, на 100 миллиметров, да еще и не вертикально, а где гарантия, что третья, вторая не просядут? Вот через месяц-два, потому что идет усадка грунта, потому что они опаздывались со сроками, уже прокуратура приехала-наехала, значит, предупредила о недопустимости срыва сроков. Ну, в таких обстоятельствах, как правило, и случаются технические ошибки. Я не утверждаю, что они случились, но эти обстоятельства, безусловно, этому могут способствовать. То есть, паника, истерика и нагнетание сроков всегда на пользу качества не идут. Где гарантия, что третья, вторая опоры не просядут через два месяца, через три, после холодов, по весне, когда размежнится грунт и там что-то поплывет внизу? Не знаю. Я не уверен. Я через эту развязку ездить не буду.